всем здравствуйте доброго времени суток с вами ника и мои в московские будни сейчас я хочу вам показать как выпекаются осетинские пироги по рецепту моей бабушки сразу говорю что делаю я это впервые все буду делать на ваших глазах поэтому не судите меня строго значит для начала мы берем 540 грамм муки высшего сорта стакан теплой воды 150 грамм стакан мацони мацони любой и стакан растительного масла 150 грамм без запаха полторы столовых ложки сахара полторы чайных ложки соли и 2 чайных ложки дрожжей все это сейчас перемешиваем оставляем на час и через час значит делаем начинку и выпекаем в духовке сейчас все на ваших глазах это буду делать берем муку высыпаем туда соль сахар дрожжи сюда вливаем тепленькую водичку мацони все по 150 грамм все я вымеряю у меня все замерено вы тоже вымеряете это важно и 150 грамм растительного масла все это мы вымешиваем даже не запачкивая руку веселочкой лопаточкой чем угодно у меня деревянная ложка сейчас мы это все вымешиваем и оставляем на час через час тесто будет готово к выпечке начинка может быть любая я думаю сделать мясную начинку можно сделать картошку картофель картофель помять очень вкусно получается можно сделать с яйцом и зеленым луком сейчас я подумаю что хочу сделать с мясом а с чем еще будет пока не думал пока тесто у нас подходит я придумаю подумаю и сделали все вам покажу рукам не прилипает тесто очень нежно и нежно получается мягкая как пух потом сейчас когда сформируете пироги выкладываете на противень пергаментную бумагу и формируете эти пироги и ставите в разогретую духовку у каждого своя духовка минут на 30-40 смотрите как как у кого запекает духовка ничем не смазывайте перед тем как в духовку убирать это все потом когда будет готова сможете просто сливочным маслом все тесто у нас готовы мы пока это все оставляем 0 пола пленочкой и оставим на час чтобы она у нас немножко подошло чтобы дрожжи разошлись немножко тесто у нас так сделаю я так руки меня чистые готовые для себя любимый поэтому я сделаю так в общем то все в принципе хозяйки делают так не все показывают но все это делают так сейчас я все это пленочкой замотаю и оставим на часик плохо промешала увидела вот сейчас со дна немножко не захватила она все равно когда будет подходить все это конечно подружиться перемешается но тем не менее люблю чтобы во всем был порядок и красиво чтобы все было теперь все теперь мы все с вами размешали пойдем возьмем пленочку пленку или пергамент все равно пергамент а фольга вот таким вот образом все это это мы закрываем все и оставляем на часик сейчас прикрою по салфеточкой чтобы это все подходило у нас и через часик мы поставим выпекать все готово тесто наше подошло начинаем формировать пирожки тесто наше тесточка внутри части на ощупь подели я прям так делаю я прям так делаю всяких скалки просто вот так вот разминаю растягиваю выкладываю начиночку так начинки у меня будет три вида яйцо яйцо лук мясо и картошка 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 потом вот так все собираем в серединку все как хинкаль а потом вот так раздавлю они у меня такие большие получаются ну что поделать уже какие получились так 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 тут что ли как то чтобы вам видно было и вот вниз вот этой вот штучкой которую вот ну стреляли вот этим швом вниз складываем вниз так так уберу пока сейчас вы поняли что это все так так я буду по одному выпекать потому что они у меня очень большие вот он каждый против по одному как тут вот так так значит второй так второй немножко фальшика фарш у меня из индейки вы можете положить любой фальшика офис возьму пирожок немножко подойдет и третий пирожок у меня будет с яйцом с луком тесто воздушное не прилипает самое главное посмотрим вместе с вами что получится я повторюсь я не дружу с тестом я не кулинар приготовить все что угодно все и последний пирожок все я все ставлю в духовку и вместе потом будем смотреть результат на 30-40 буду смотреть по ситуации вы там смотрите какая у вас духовка что пироги наши готовы сейчас я единственная говорю я не кулинар я вам забыла сказать что обязательно нужно дырочку сделать посередине обязательно делайте сейчас мы их сюда выложим и поможем маслица они такие воздушные что даже не знаю как я буду снимать вот он посмотрите вот они все такие все три это с луком с яйцом и они все такие и с картошкой и с мясом сейчас я его смажу маслицем я делаю это так вообще даже кусочек не отрезаю меня мама так делает и я так делаю вот так вот таким вот образом перед тем как ставить в духовку на выпечку ничем не смазывайте потом даете отдохнуть минут 10-15 можно кушать я сейчас ему дам отдохнуть всем этим пирогам а потом порежу и вам покажу в разрезанном виде в принципе мы сейчас сами все это будем делать в процессе и что я хочу сказать то есть я напоминаю здесь дырочку сделать обязательно перед тем как ставить духовку не смазывать ничем после того как испекся смазать маслом сливочным и еще момент такой температуру в духовке выставлять 180 градусов и выпекаем мы долго вот я в своей духовке 40 45 50 минут выпекала а с мясом все еще там а вот с луком с яйцом уже испекла ну сейчас уже будет готов с мясом и уже все три я вам покажу сейчас минуточку ждем сейчас все остывает потихонечку и будем уже резать вместе с вами надеюсь что он копил понимаете да что я не кулинар вот он так выглядит соответственно я боюсь это воски всем быстро соответственно я берем ну конечно красавчики учитывая то что я нет без всякого привлечения денег то же самое тоже манипуляцию произвожу с этим пирогом тарелочки осталось место для него те уже порезала сейчас вот этот еще будет готов и все необыкновенно вкусноты вот они плохо видно да вот как-то как же вам показать то видно да это с луком с яйцом так вот так это выглядит с луком с яйцом это с картошечкой сейчас секундочку это с картошечкой но необыкновенно вкусная это тоже с луком с яйцом сейчас здесь еще местечко осталось для пирога с мясом сейчас с мясом сейчас он отдохнет буквально несколько минут и мы его туда же ну вот готов наш мясной пирог видите да какой падает вот смотрите вот я два кусочка порезала это не в разрезе обыкновенной вкусноты очень вкусная очень всем рекомендую даже я не кулинар смогла это сделать ну всем приятного аппетита и мы пойдем тоже пить чай спасибо что были со мной спасибо за просмотр всего вам доброго не судите меня строго я не кулинар а Продолжение следует...